здравствуйте дорогие друзья мои любители видеоигр сегодня у нас будет с вами видео из обоими что внутри посмотрим на вот этот замечательный аппарат а в веком так называемый вот собственно говоря залезем в него внутрь у меня две консоли они обе новые не скрывались собственно я никогда не разбирал мне интересно что внутри заодно вам покажу я конечно уверен что здесь внутри все у нас замечательно вопросов нет я уже болты соответственно все снял вот они здесь вот такие на специализированные без специальной отвертки у вас нет не получится я использовал вот такой переходничок на четыре с половиной также разберем сегодня с вами джойстик с пакета даже ни разу не доставался откроем посмотрим что там внутри вот они 4 болта вот снимается откручивается все без проблем ну так вот крышечку сняли ну вот смотрите какая красотища тут у нас чип нинтендо все дела и даже маркером что-то здесь написано так посмотрим что тут у нас для того чтобы нам залезть внизу чтобы посмотреть что у нас здесь 1 болтик 2 болтик 3 вот эти 45 и вот здесь вот вижу еще раз и два получается у нас 7 болтов сейчас тогда уже до конца плату откручу покажу вам что там внизу ну вот смотрите что у нас получается все довольно просто снимается вот так вот платочка поднимаем и у нас тут смотрите такая нехилая защита стоит металлическая вот вот собственно говоря пластика без больше ничего тут нет очень радует вообще в этих консолях от компании нинтендо от компании sony первых именно стареньких моделей у них достаточно все было круто защита везде стояла и вообще компоненты были достаточно качественно и давайте еще разочек на плату взглянем вот такая у нас плата на обороте у нас тут ничего неожиданного нет все стандартно вот здесь соответственно еще болтики который крепость я так понимаю что вот эту металлическую защиту а кстати моречку здесь вот спрятались у нас предохранитель и банка 1 ну чё тут скажешь плата конечно ребят очень красивая прям вот можно любоваться и вечно тут вот написано nintendo 95 год hvc и n приставочка cpu 02 у меня есть абсолютно такая же консоль полнокомплектные в коробке тоже я сейчас ее тоже открою посмотрим отличаются ли платы там не вот интересно если какие-то различия вот она полнокомплекта наша приставочка еще разочком такой мини-анбоксинг сделаю вот она моя красавица здесь лежит со всей документацией сегодня здесь прекрасно и момент истины балтики я уже открутил смотрите-ка ребят отличие есть сейчас покажу вот смотрите здесь конечно платы разного цвета смотрите здесь вот мне цвет нравится даже больше такой более ретро стиль вот такие платы они на 3do были именно такого цвета есть такая темно-зеленая прям вот ну и что то здесь вот 8 написано здесь 6 небольшие конечно отличие есть маркировка интересно совпадает 95 год nintendo cpu 02 нет здесь в плане маркировки все четко то же самое как и на первой консоли только вот цветом плата немножко отличаются так по компоновке я смотрю все одинаково немножко чипы разные сейчас переверну консоли да если посмотреть на маркировку чипов чипы отличаются здесь 4 bm 4 в а здесь у нас 2 l l 4 а вот а компоновка то же самое по компоновке все на местах стоит одних и тех же вот чё хочешь сказать очень качественно все сделано все здорово мне такие вещи очень нравятся собственно все ребят не буду больше их мучить пора собирать обратно как вам красавицы ладно сейчас разберем джойстик посмотрим что там внутри мне тоже интересно ни разу не видел итак у нас на очереди ни разу не достававшийся из упаковки джойстик вот как было в заводе упаковано так и осталось ну вот смотрите ребят какая красота сколько у нас тут два три четыре пять пять болтиков болтки здесь обычная для этого будем использовать вот такую вот обычную крестовую отверточку смотрите митсуми чё-то я подобное по моему уже встречал по моему на первых ревизиях джойстиков от sony playstation один серых вот еще которые без аналогов были вот по моему митсуми такая же плата была сменить память вот здесь маркировка фирменная нинтендо к лтд 93 год консоль кстати 93 года все четко смотрите что стоит отметить здесь вот провод если он у вас например вышел из строя и есть жойстик например подобные но убитый полностью нам можно провод например заменить просто штекер вы понимаете все очень удобно ничего паять не надо блин в этом плане конечно молодцы и я на самом деле приятно удивлен не во всех джойстиков это встречаешь не от всех компаний так с оборотной стороны у нас и довольно таки все стандартно сейчас переверну вот у нас принципе крестовины слева кнопки справа все четенько на этом джойстике ни разу не играли ну вот вы на вот этих черных штуках можете это видеть обычно если джойстики эксплуатируются они такие потертые здесь вот нулевый ребят вообще не юзаный но и внутри у нас все стандартно кнопочки select start крестовина пластик надо отметить очень качественный здесь собственно ребят на этом и все видео из раздела что внутри не так популярны и поэтому если она вам понравилось обязательно поставьте этому видео лайк вот делаю это не только для себя но и для вас так что ребят давайте увидимся